Лапака, добрый вечер, уважаемые зрители! Сегодня на сцене Дома Москвы, города Риги, для вас выступает школа балета под руководством Владислава Курамшина и театр балета «Хореографические миниатюры» город Санкт-Петербург, Россия. Мы покажем вам наш балет «Снежная королева». Просьба на время представления отключить свои мобильные телефоны а также не пользоваться видеом и фотокамерами. Музыка Константина Васильева. Хореография и постановка Владислава Курамшина и Татьяны Петровой. Текст читает народный артист России Андрей Смоляков. Действующие лица и исполнители. Герда, лауреат международных конкурсов артистов балета Виктория Федорова, 11 лет. Кай Дмитрий Евстегнеев, 15 лет. Снежная королева, дипломант международных конкурсов артистов балета Анастасия Тетюкова, 11 лет. Первое выступление. Ученый-ворон, дипломант международных конкурсов артистов балета Анна Гуреева, 12 лет. Принцесса, лауреат международных конкурсов артистов балета Мария Буланова, 12 лет. Маленькая-разбойница, лауреат международных конкурсов артистов балета Таисия Полей, 12 лет. А также тролли, дети на катке, поварята, снежинки, шашки, кукла, орех, разбойники и все другие персонажи в исполнении учащихся школы балета под руководством Владислава Курамшина. Спасибо. Много лет назад в одном старинном городе Жили-были большие друзья, звали их, Карл и Керна. Они жили в соседних домах под самой крышей, и у них был общий садик, где летние росли изумительные розы. Садик располагался на широкой доске, которая служила мостиком от одного окна к другому. Все лето дети проводили в своем воздушном садке. А когда начинались холода и оступала зима, Да, приходил Гердий в гости, и они рассказывали друг другу сказки. А в снежной дороге прекрасно ледяной царицы без крайних населённых населённых населённых. Но в те далекие времена, о которых идёт наш рассказ, мир населяет не только люди. По соседству с ними жили маленькие, слые тролли. Они были злыми, потому что у них не было своего дома, королевы. Однажды они украли у самой снежной королевы волшебное ледяное зеркало. Сердце каждого из людей, кто хоть раз взглянул в него, превращался в холодный лёд. И вот бегали, тролли с зеркалом повсюду. И, наконец, захотелось им добраться до неба. Всё выше и выше, где они вдруг. Зеркало вынулось у них в избу. Вылетело на землю и разбилось в трепезги. Что из этого вышло? Давайте скорее посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» 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 Играет музыка 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 Играет музыка